Жмякай в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски! Всем привет, с вами Серёга Отвёртка, и сегодня мы сделаем вот такую небольшую диораму Мага Скверны. И что нам, собственно, потребуется? У меня завалялся вот такой наборчик от фирмы Академии. Буду я использовать вот такую фигурку. Я её уже тут немного начал собирать. Так, то есть, да, вот основа у нас будет фигурка вот такого вот фашика. Я вот взял ещё плащ-палатку от набора звезды советских солдат. Она, конечно, сюда нифига не подходит. Сзади воротник с капюшоном мы обрежем, потому что голова нашего мага уже будет находиться в капюшине. То есть, срежем вот эту пилотку, из эпоксилина сформируем капюшон. Так, вот так вот оно у нас всё будет выглядеть. Эту руку я, наверное, тоже обрежу, поставлю её чуть-чуть боком. Сделаем там, он типа пламя какой-то держит. Так, ну, а сюда я ему, наверное, посох поставлю, какой-то зубочистки сделаем. Ну и также, что касается мелочи, навешиваем всяких тут подсумков, фляжек, ну, всякое такое, чтобы было интересно. Да, и в качестве основания для нашей диорамы я буду использовать такую вот заглушку от трубы полтинника. То есть, вот здесь он у нас прямо будет находиться. Будем заниматься фигуркой, а дальше уже посмотрим, как всё будет получаться. Вот здесь я немного растачил рукав, чтобы он выглядел более реалистично. Голову туда тоже немного обточил, чтобы сверху у нас поместился капюшон. Приклеил сюда плащ. Да, здесь, конечно, мы ещё всё долепим с помощью холодной сварки. Но вот снизу прямо, как будто для этой фигурки всё сделано. Очень классно. Берём холодную сварку, лепим капюшон, долепливаем плащ. Вот здесь вот просвернули отверстие и будем изготавливать какой-нибудь посох для него. Так, ну вот, вроде бы такой вот капюшон у нас получился. Здесь, да, также сделал такие небольшие рваные края. Переход вроде бы получился довольно плавным. Все складки вроде бы я проработал. Ну, там уже будет видно при покраске это всё. Вот такая фигурка у нас получается. Сделал здесь посох. Особо тут, в принципе, не заморачивался. Взял просто стальную проволоку. Слепил вот такой вот небольшой орнамент здесь. Заглушку также долепил здесь немного пальцы из холодной сварки. Потому что это всё у нас не поместилось в руку. Что касается самой подставки. Как я уже говорил, это у нас заглушка от трубы полтинника. Сюда я приклеил небольшой кусочек пенопласта. Вырезал вот здесь небольшое отверстие. Снизу мы сюда вставим батарейку. Синим, наверное, светодиодом всё это закрепим. Залью я это. Ну, также обычно, наверное, клеим титан для потолочки. Но пока нам здесь необходимо проделать отверстие и вставить светодиод. Всё практически прокрасил. Приклеил сюда сумку. В принципе, хотел здесь ещё понавесить различных фляг. Но, блин, тут их уже просто некуда вешать. Поэтому решил всё оставить так. Так, что касается плаща. Это всё было покрашено в цвет ржавчины. Хотя это выглядит как какой-то коричневый. Но уж никак не ржавчины. Ну и не захотел окрасить в телесный цвет. Покрасил в такой вот серый в перемешку с синим. Чтобы получить такого, так сказать, мага нежица. Не знаю, мне кажется, это будет довольно прикольно. Что касается глаз. Я их ещё покрашу в какой-нибудь ярко-зелёный. Но такой краски у меня, к сожалению, нету. Поэтому попробуем намешать что-нибудь из пасты, из ручки. Ну, не знаю, посмотрим, что получится. Так, что касается подставки. Здесь всё было у нас обработано шпатлёвкой. Покрашено в светло-серый цвет. Здесь я также всё это обмотал такой толстой ниткой, приклеенный на клей. Снизу у нас, соответственно, батарейка с переключателем. Включаем. И здесь загорается светодиод. Фигурку мы покроем лаком. Сделаем смывку чёрной краской, чтобы она выглядела намного реалистичнее. Возьмём эпоксилин. Сделаем здесь какие-нибудь щупальца. Зальём это всё прозрачным клеем. Чтобы они у нас подсвечивались таким вот синим цветом. И останется только закрепить здесь фигурку. И, в принципе, всё будет готово. А, ну и здесь ещё в руке у неё какое-нибудь пламя постараюсь сделать из ваты, пропитанной эпоксидной смолой. Так, вот так вот это всё поправляем. Так, ну, в принципе, как-то вот так вот пойдёт. То есть я скатал из эпоксилина такие колбаски. Закрутил их в разные штуки. И получаются у нас вот такие вот непонятные тентакли. Так, здесь я также оставил небольшое отверстие. Чтобы как раз-таки, когда мы включали светодиод, всё это у нас подсвечивалось. Внутри мы уже зальём клей. Пускай это пока у нас всё застывает. И потом всё это окрашу, ну, наверное, в какой-нибудь фиолетовый, что ли, цвет. Вот такая у нас получается подставка после окрашивания тентаклей и смывкой чёрной краской. Да, окрасил их в такой вот фиолетовый цвет. Но самое, конечно, главное, включаем переключатель. И да, у нас всё интересно так вот подсвечивается. Так, ну и что касается самой фигурки. Здесь также была сделана смывка чёрной краской. То есть она у нас заметно потемнела. Глаза у меня, видите, получились такие ярко-зелёные. Это я всё сделал с помощью вот такой вот гелевой ручки. Просто выдавил её, взял чуть-чуть иголочкой и нанёс вот такие вот яркие зелёные глаза. Ну, мне кажется, это прям очень в тему получилось. Взмём ватку, чуть-чуть скомка мы её перемешаем с эпоксидной смолой. И также добавим сюда краски от гелевой ручки. Ну и, соответственно, всё это сюда приклеим. Так, ну, что-то такое вот получается. Вроде бы более-менее похоже на пламя. Ну и в итоге вот что у нас получилось. Всё, я это ещё сверху покрыл лаком. Вот такое вот у нас получилось пламя. В принципе, довольно реалистичное, я бы даже сказал. Да, фигурка такая немного грязноватая получилась. Но я прям решил именно такое оставить. Это добавляет больше антуража. Ну и также посмотрим, как это выглядит при слабом освещении. То есть, вот, как видим, светодиод у нас здесь просвечивает. И всё выглядит очень, надо сказать, интересно. Да, надо было сделать подставку на каком-то возвышении, чтобы вот снизу всё ещё освещалось. Но, блин, мне кажется, получилось очень даже прикольно. Ну, а если вам понравился ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и делитесь этим видео с друзьями. А с вами был Серёга Отвертка. Всем пока!